Дорогие друзья, снимаю предварительный ознакомительный материал, как обещал, по поводу концепции рыбабочки. И в основном из рыбок это будут петушки, потому что в контейнерах малых форм могут жить только они. Я постараюсь записать это очень кратко и информативно, чтобы все было понятно. И в конце задам вопросы. Прежде всего я обращаюсь к тем, кто занимается рыбками и петушками, но также имею ввиду и гупи, меченосцев, пицциллиевых, в контейнерах побольше. Также здесь будет небольшая информация для флористов, цветоводов и тех, кто занимается бабочками, тех, кто их продает куколки и живую культуру, живой материал, то есть гусеницы и яйца. И также немножко для представителей фондов помощи детям. Для всех, кто заинтересуется, будут сниматься более подробные пояснительные материалы. Вообще система будет раскрываться и будут записаны презентации, часть из которых подготовительные тоже были сделаны. Итак, речь идет о том, что создаются детские конструкции, детские и не только детские, которые связаны с деревом, стеклом и содержанием в этих конструкциях живности. От цветов до рыбок и бабочек, как минимум. Сейчас вы видите простую форму, то есть квадрат, кубик, то есть это просто деревянное кашпо, скажем так, да? Ничего удивительного, внимание, я это понимаю. Также вы видите просто квадратик. Я работаю в стеклянной мастерской стеклорезом и, ну, сам бог велел добавить в эти кубики квадратики, стеклянные кубики. И вот у меня фальш-дно, это для флористов, для капиллярной подачи воды шнурочек, ну, кашпо с автополивом, вода находится под корнями. И вот это все называется, ну, кашпо с автополивом. Далее, когда мы содержим рыбку, а прежде всего это обращение к тем, кто занимается петушками, мы лицевую часть делаем в виде рамочки. Покажу, какой. Ну, то есть это, в общем-то, аквариум в некой конструкции деревянной, экзоскелет, так называемый, да? То есть наружный, как хитиновый покров у насекомых, наружный скелет. Это наружный скелет для того, чтобы это было не просто кубиком, который ты, ну, поставил и поставил. Вы прекрасно знаете, что такое кубик. В нем содержать не очень интересно. Ну, потому что вы посадили рыбку и все. Дальше никакой концепции нет. Если же вы объединяете все с деревянной частью, то можно создавать, ну, конструкции. Итак, я сейчас теперь поясню по главным позициям. Все будет работать исключительно, если будет, ну, соблюдаться такая последовательность. Тогда и дело будет двигаться, и фантазии развиваться, и детям помощь, и все остальное. Если же брать все по отдельности, ну, кубик и кубик, неинтересно. Стекляшка и стекляшка, неинтересно. Кстати говоря, информация для флористов. Вот эта конструкция мною была разработана для того, чтобы инсталлировать хита живность, да? То есть цветы, растения, вообще. В любую мебель. Причем мебель тоже будет сделана из дерева. Из ДСП она не потерпит. Поэтому это совершенно отдельный дизайн-проект, и в этом может быть, ну, дело. Вот. А для тех, кто занимается садовыми формами, то вот конструкции кашпо для цветов. И там стекло, как для рыбок, да, аквариум, не нужно. Там другая система. Это цветоводы, садоводы, наружная. Все. Тоже немножко рассказал. Про бабочек скажу так. Вот в этих всех конструкциях можно выращивать и бабочек. В связи с концепцией рыбабочки. И так переходим к главным. Первая часть системы это фантазии. Мои фантазии, которые я описываю, как писатель-фантаст, как детский писатель. Это фантазии цветеры, флорус, флауэрус, планета цветов. Небоморье, это скайрус, небесная Россия. Вот там как раз и все водные жители. Венирус. Венер это шпон, планета деревьев чудес. Все это может быть шпонировано дубом, ясенем, орехом и так далее. Это не детская тема, а тема отделки интерьера. Все это представляет из себя космическую Россию. И такая фантазия там, где рыбы живут на деревьях. К примеру, живое окно, окно в новый мир. Живая мебель, оазис в вашей квартире. То есть живая мебель. Итак, фантазии, которые преобразовались в концепции. Концепции такие, как рыбабочки. Это фантазийные существа, которые имеют тело рыбы. Например, это петушки, у которых и так всевозможные вот эти хвосты красивые. И как раз именно важно, что петушки, как живность, которая может жить в размерах от двух литров. Мои кубики задуманы. Два литра, три литра и семь литров. Ну, грубо говоря, условно. Вот. Итак, в этой живности плавники в виде формы крыльев бабочек. И раскраски для детей. Также с переносом на эти кубики в виде игрового такого режима. Также сейчас разрабатываю с помощью 3D технологий лампы специальные. Ну, об этом потом. Итак, концепции представляют из себя рыбабочки, летающие цветы, рыбозавры, липидозавры, вот. И также fins and winds, да, плавнички и крылышки, pets and petals, домашние животные и лепестки, которые вот все соединено. Итак, это такие вот концепции, которые превращаются в конструкции, о которых и идет речь. Первое, бета-мир. Мир от слова mirror, зеркало. Сюда мы будем вставлять сзади еще и зеркала. Будут, ну, покажу как. То есть зеркало для петушков, чтобы он там раскрывал крылья, убираем, чтобы он не нервничал и сидит там дальше. Бета-вол. То есть это когда такие конструкции мы прикрепляем, например, на стену квартиры. И делаем как бы вот этот рыбий сад. Там, где рыбы живут на деревьях. Покажу подробнее. Бета-визор. Когда мы вроде как это, ну, смотрим как телевизор со специальными подставками. И бета-мобиль, цветомобиль, когда он на колесиках. Вот. Итак, простенький, казалось бы, кубик для содержания нашей рыбки замечательный превращается в вот эти конструкции. Кстати говоря, лицевая часть вместо рамки деревянной может представлять из себя вырез, иллюминатор. Тоже покажу, как это будет. Итак, соединение рыб, бабочек и цветов, и в том числе даже драгоценных камней. Ну, понятно, что здесь мы... Ну, это потом... Это сокровище, небесные сокровища, сокровища цветеры. И, значит, таким образом мы это делаем как мини-картины. Бет-3. Бет-3 это бета плюс три дерева. Эпикчи. Значит, Бет-3 пикс. Бет-танк. Бет-танк. Эт-танк это тэнк. Бет-тэнк. Это конструкция, которая чуть-чуть побольше. От 12 литров. То есть, более 12 литров, ну, до 27. Там уже можно содержать их посвободнее, группами. В том числе для гупешек и меченосцев. Подойдет для пиццеливых, живородящих. Тоже интереснейшие рыбки для разведения. Бет-той. Бет-той это бета плюс той. Игрушка. Бет-той бокс. Бет-той арт-куб. И вот здесь как раз актуально, чтобы сделать иллюминатор. Человек поигрался, ребенок. Он разрисовал кубик фантазийными рыбками. Очень разные виды, я вам покажу. Разные тела. Ну, для петушков подходит одно. И жить будет петушок. А сами рыбки могут быть фантазийные и самые разнообразные. В концепции рыбабочки. И все они с крыльями бабочек. И если мы содержим также в таких, хотя бы в части контейнеров бабочек, а в части рыбок, то это и есть вот рыбабочки. Суть в том, что человеку будет интересно у себя дома содержать и без проблем они будут вписываться в интерьер десяток контейнеров. Например, часть на стене, то есть там, где рыбы живут, на деревьях, на вот такой конструкции. Бета-волк. Часть на окне. Это конструкция живое окно. И там могут расти цветочки, например, в том числе. А в каком-то из них жить рыбка. И часть, например, на тумбе оазис. С большим аквариумом, самым большим, но окруженным контейнером с цветами, например. И все сделано в едином стиле. И мебель даже сделана в таком стиле. Таким образом, я вам сейчас рассказал кратко по конструкциям. Теперь фонды помощи детям. Прежде всего, это дети больные ихтиозом и булезным эпидермолизом. То есть это дети рыбки и дети бабочки, так называемые. Вот мысли об этих детях и породили, скажем так, вот это все. Я сейчас планирую. Ну, а также это онкология, всевозможные тяжелые болезни. Просто для детского развлечения. Чтобы они развлекались, но не просто нарисовали фантазийных существ. Не просто преобразовали их в что-то более эволюционно развитое. Как, например, 3D-модели я сейчас сделаю. Это будут игрушки. Ну, и у них бы появился живой друг. Это может быть рыбка. Для этой цели очень хорошо подходит петушок. Это бабочки, разумеется. Ну, просто они недолго живут. Вот, полетала, отлетала, попала в рамочку. Ну, все с особыми пояснениями, чтобы дети не расстраивались. И также цветы, растения. И вот, кстати, забыл рассказать. Б-трио. Б-трио под трио. То есть делим этот горшочек. Живет рыбка. А здесь растет, например, какой-нибудь маленький суккуленты, кактусы. То есть это рыбки плюс цветы. Итак, фонды помощи детям. Я сейчас намерен им выделять где-то по 5-10 тысяч в месяц. Ну, за год накопится 100-120 тысяч. Для того, чтобы они... Чтобы им помочь. Но сейчас я трачу это все на развитие системы. Позакупаю материалы, оплачивающие с работы художников. То, что не могу сам сделать. Например, графических или 3D-моделеров. Ну, в основном делаю все сам. И будет... Вот эта помощь, она будет вроде как больше развлекательной. Я назвал это развлечебная программа, развлечебные мероприятия и все такое. То есть такое вот слово. Не развлекательная, но и не лечебная. Развлечебная. И теперь самое главное по делу. По делу. Если вам все нравится, что вы видите. Ну, так вот в целом концепция. Вы можете сказать, да, нам нравится. Я предлагаю следующие шаги. Единица такая будет стоить где-то вот. Конструкция. Дерево, стекло и крышки. Ну, покажу какие. Дерево 500 рублей, стекло 300 и крышка 200. Примерно конструкция стоит 1000 рублей. Это с моим интересом. И себестоимость примерно половина. То есть это 500 рублей. Допустим, возьмем 4 единицы. Я вам их делаю. Вы говорите, что это интересно. Через недельку, через другую все это будет готово. И я вам их отсылаю. Вы себестоимость платите. То есть 2000. И дальше по реализации. Да, вы оплачиваете эту работу. Ну, реализация. Либо оставляете, например, себе. Моя задача, чтобы вы сказали. Вау, как все классно. И захотели оставить их себе. Вот. Если вам все это понравится. Я дальше делаю 10 единиц. Ну, снимаю, показываю. После этого вы мне говорите. Да, высылаете. Ну, перечисляете эту оплату за материалы. И дальше я жду деньги за эти 10 единиц. Уже 5000. То есть это реализация. И дальше третий этап. Возможно, ну, полная реализация. Я буду делать эти кубики, коробочки. Если я буду зарабатывать на этом. Внимание. Если кто-то скажет. Ой, вы хотите денег. Я вот. Я буду заниматься цветами. Оформлением домов. Стеклорезкой. И так далее. И если мне вот с этого будет какой-то бизнес. То я смогу больше денег, ну, перечислять. Например, фонды больным детям. Я это буду вам показывать, рассказывать. Ну, опять же, если это интересно. Я вас не пытаюсь этим заманить. Это то, что двигало созданием этой системы. Двигало и будет дальше двигать, если она будет развиваться. То есть реализация. То есть, когда я делаю, например, по запросу. Какое количество вам надо? Вы говорите, там, 10-20 штук. Я вам сделал, отослал. Все. По продаже вы перечисляете мне деньги. Вот такая, ну, это стандартная реализация. Это может быть интересно, например, аквазоомагазином каким-нибудь. Вот. То есть, конструкции для содержания рыбок, бабочек, цветов с фантазиями. Ну, в основном рыбок. То есть, понятно, что если аквамагазин, аквазоомагазин, это водные гидробионты. В том числе, улитки, креветки и так далее. Дальше, если вы частное лицо. И, например, вот эти четыре набора, которые я говорил. Ну, как пример. Можете предложить какие-то свои варианты взаимодействия, я не знаю. Ну, вот это так я задумал в разделе «Дело». То если вы частное лицо, ну, можете, если вы где-то там каким-то знакомым, опять же, продаете рыбок, то можете сказать, есть такая система. Я сделаю дизайн-проект, например, со стеной, с окном и, например, с тумбой. И человек может это заказать, например. Ну, уже под заказ. То есть, это изготовление под заказ. Ну, и, наконец, покупка рыбок. Вот если в эти фонды я как раз буду распространять эти кубики, дарить это все детям. Ну, примерно от 20 кубиков в месяц я могу дарить вообще без проблем. А за год накопится 200 кубиков. Ну, захочется им тоже содержать в них рыбок. То есть, кубики будут, прежде всего, игровые для раскраски. Для раскраски фантазийных рыбабочек и птицветов, да? Кстати говоря, если здесь сделать вот такую дырочку, иллюминатор, это большая, а здесь маленькая. Это синичник. То есть, это птицветы. И дырочки, которые здесь, отверстия, да? Они для слежения, сколько воды. То есть, для фитокашпо. То есть, это как бы домики для цветов, птичек и бабочек. Как синичники, это вешается на улицу. Ну, понятно, как скворечник выглядит, мне не надо вам объяснять. И покупка рыбок. Ну, рыбок могут покупать вот те, кто будут получать эти конструкции, дальше заселять их рыбками, конечно, где угодно. Ну, прежде всего, я запишу вас в свою базу, как поставщиков, партнеров, с которыми я работаю, и буду направлять туда. То есть, ваша задача продавать, допустим, рыбок, как если в разделе «Дело», «Бизнес». Вот, и теперь, смотрите, если, допустим, человек увлекся, ваш клиент, и получает конструкцию, концепцию, в которых масса маленьких аквариумов, для петушков, прежде всего, это будет вот так вот. Ну, пожалуйста, пусть заводит 10 петушков. Сейчас я, это первую часть видео я записал, вот она будет длиться 15 минут, ну, с хвостиком. И вторую часть я запишу из дома, где у меня живет 3 петушка, о которых я говорил. И вы посмотрите, насколько это убого выглядит, если, ну, не отделывать до конца, как я хочу. И что, ну, есть 3 петушка, и все. А если 10 завести, вот сделаю себе вот так вот, заведу, и все 10. А вот если не сделаю так, то есть, у меня как бы и стимула, и желание заводить их в таком количестве не будет. Значит, еще раз повторю, что конструкции маленькие, и именно петушки могут в них жить. Потому что вот эти вот, когда, ну, говорят, что, ой, живодерня рыбья, 2 литра. То есть, петушки, это такие рыбки, которые живут в маленьких объемах. Да, для больших это не подходит, но для больших у меня вот 10 литров, но это уже не кубики, не игровое. Не поставишь в большом количестве там на стене рядом, ну, и так далее. То есть, это может быть какой-то более-менее главный единый аквариум декоративный. Ну, основной, как у всех и есть. А это уже дополнение. То есть, есть у человека отдельный аквариум, а дополнительно живут петушки. Ну, пожалуй, все, все, что надо, все, что хотел, объяснил. Жду ваше мнение и, надеюсь, не прощаюсь, а это начало будет нашего сотрудничества. Продолжение следует...